Настоящим сюрпризом для малышей стал утренний визит спасателей. О том, кто такие эти люди в форме, они знают, а потому уже заранее предвкушали массу всего интересного. Ожидания не обманули ребят. Такая большая развлекательная площадка развернулась специально для ребят из детского сада номер 49. Оказалось, таким гостям они всегда рады и для этого у них множество причин. Сегодня приехали в гости кто? Ты знаешь, что такие спасатели? Да. Кто это? Пожарники. Пожары тоже, да? Откуда ты это знаешь? Потому что я очень умная девочка. А сколько он быстро сегодня в садик приехал? Пожарная. А зачем они приехали? Чтобы показать, на что они способны. Ничего себе! Ну и на что они способны? Душить пожары, спасать людей. С первых минут мероприятия спасатели смогли улечь малышей. Внимание ребят были представлены две фотозоны, игровая площадка, творческий и интеллектуальный уголок. В добрых традициях спасателей знакомство со спецификой работы. Боевая одежда, специнструменты, пожарная техника как нельзя лучше помогли рассказать о том, с чем имеют дело огнеборцы, будучи на посту. Ты сейчас сидишь вот в пожарной машине. Вот как себя ощущаешь? Ощущаю, что тут классно очень. А что тут классно? Тут классно, что здесь всякие лестницы стоят. Большая машина, согласись. Да, большая очень. А представь, как ей управлять трудно? Да, очень трудно. Что интересного ты для себя сегодня? Что тебе было больше всего интересного? Увидеть пожарных машин. Интересные пожарные машины, да? Да. А вот как пожар тушит тебе было интересно? Ну да. Интересно? Угу. А хотел бы сам попробовать когда-нибудь? Да. Почему? Потому что пожарные – это круто. В это время в другом уголке ребята имели возможность познакомиться с лафетным стволом, из которого осуществляется подача воды. Любознательные малыши сами примерили на себя роль спасателя пожарного. А для того, чтобы у ребят было представление о том, как сотрудники службы дня и ночи сражаются с настоящим огнем, МЧСовцы продемонстрировали наглядный пример. Это один садик, а в других районах у нас их 17 работают такие же люди, такие же офицеры, которые занимаются с детьми, проводят мероприятия. Нам приятно отметить, что здесь есть и редакция газеты «Юный спасатель», есть неравнодушные даже, вот возьмите, спасатели. Они же все родители. Эти детки, они являются чем-то внуком, чем-то сыном, дочкой и так далее. С этим нельзя не согласиться о том, что шутки с огнем чреваты самыми невероятными последствиями, отлично знает маленький Ваня. Папа-спасатель с детства прививает сыну к культурой безопасности. Куда надо звонить, когда пожар? 101. Молодец. Так, что еще надо делать, когда горит пожар? Позвонить пожарному. Позвонить пожарному. А потом что надо делать? Выходить из дома. Что папа по профессии? Пожарный. Это хорошая профессия, как ты думаешь? Обучать ребенка правилам безопасности необходимо с самого детства. Убеждены спасатели Брещины, а потому в дополнение к слову наглядная информация. В этот день подарки в виде поучительной красочной литературы получил каждый ребенок. Такой способ достучаться до малышей уже проверенный и доказавший свою эффективность. Дети очень рады и довольны, потому что это позволяет наглядно познакомиться с основами пожарной безопасности в дошкольном учреждении, дома. И это в игровой форме позволяет закрепить полученные представления о пожарной безопасности, которые дают в дошкольном учреждении. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.